Привет, шладенькие! Четвёртая серия Чародеек. У меня сегодня голос как у Бэтмена, потому что я, кажется, простыл. Другого объяснения нет. Но мне нравится эта... Мнежестная бархатинка в голосе. Не обессудьте. Всё, ладно, смотрим. С днём рождения, Вилл! Ничего себе! Это ванны такие? Да, он слез со своего дерева. Вау! Они не привязаны. Вот они умножают мою силу, как прежде. Вероятно, мне уже ничто не поможет. Времени мало. Необходимо срочно найти мою сестру. 13 лет назад она родилась и исчезла, не получив даже имени. Я могу проникнуть в архив земного города. Хорошо, отсеяв всех рождённых там, мы сможем сузить круг поисков. А чём он одет и купается? Ну, чтоб Седерик не смотрел. Короче, какой получается прикол? Его сестра лишает его сил своим рождением? Я вот эту схему, кстати, до сих пор не могу словить. В чём базовый конфликт? Потому что он не настоящий правитель. Есть сестра. Есть сестра, она истинная. Она в России. Она на земле. В России. Ну да, ведь скоро вся земля станет Россией. Да. А ещё ты заметила, Седерик не орал в этот раз. Он просто, он понимает... Я думаю, что всё впереди. Нет, он понимает интимность ситуации, видит, что он принимает водные процедуры. И там неуду вот этого... Там всё расплескается. Дело не в этом. Человек в ванной хочет немножечко расслабиться и отдохнуть. Побыть наедино с собой своими мыслями. Да, не до Седрика часто говорят. Зажечь свечи. Этот крик... Седрик не последний кретин, я тебе так скажу. Он очень тактичный. Детка, ты не хочешь пригласить лучших друзей? Человек 25 или 30? Ни хрена себе, какая мать оптимистичная. Какая мать красивая у неё. Ты чего? 25-30 близких друзей? Это вот есть у кого-то 25-30 близких друзей? Не знакомых, а прям типа друзей? Нет, мам, никаких друзей, человек 25-30. Ладно, именинница, но запомни. Сколько бы ни было лет, ты всё равно мой хрюсик, шмусик, мой сипусик. Боже мой. Это очень мило. Я не понимаю, почему мы всегда с детства стесняемся вот этих... Да потому что, когда ты подросток, ты уже не ребёнок. Ну, ты уже себя не ощущаешь ребёнком. Ты уже считаешь себя взрослым. И когда с тобой родители щу-щукаются, особенно при других, то они, получается, делают акцент на том, что всё ещё ребёнок. А ты такой, нет, блин, я покинула это тело, а теперь я взрослый. Значит, день рождения. В среду. И обещай, Ирма, никаких глупостей, вроде вечеринки. О, я так обожаю тусовки. В смысле, они раздражают и бесят. О, столовка. Ого, столовка. Странный вкус у котлета. Да, свежак. Только что с помойки. Варёная или сырая? От моркови вреда нет. Разве что... Блин, морковка, всегда я её не понимал, вот её варят. Такая гадость мерзкая получается. Она вкусненькая, только в ольмешке или в саланте. Когда с чем ты её готовишь? Её что там, реально отдельно сварили и едят? Просто варёную морковь. Нет, сырая вкусная, а ведь варёная. То ли у нас. Да. То ли у нас нашу еду столовскую. Ты знаешь, что они делали? Что? Они делали рыбные котлеты. Без рыбы. Я не знаю, как у них это получалось. Они какие-то коричневые в присыпке детской. Не знаю, вообще такая мерзкая гадость. Вот ты её откусываешь, а кому-то некоторым ребят так заходило. Я не помню, что они вообще были. Что они у нас все эти котлеты? У нас были рыбные котлеты. Мы что, в одной школе учились? А, в школе. Я думала, я думала, ты про универ. Ага. Холодные кролики. Так. У кого день рождения? Я знаю, знаю. Не знаю. Ах, хватит ломаться. Эта горошина, съешь её. У Вилл день рождения. А день гулянки намечен? Нет, Вилл не хочет. Я дала слово. А они ещё подружились или всё ещё есть какое-то? Ну, они дружат, но всё равно, мне кажется, девушки между собой... Ну, не было какого-то момента единения. Да, мне кажется, девочки между собой всё равно ближе. Хочется похвалить, потому что есть куда двигаться. Всегда приятно посмотреть, как будут развиваться отношения. Здесь есть небольшая загадочка. Понятное дело, что они все подружатся, но как они подружатся? Надо предупредить насчёт рыбы. Её пожарили вместе с сетью. Эй, Вилл! Хрюсик, шумусик, мусипусик! Ааа, Ирма, блин! Её... Да не, но когда ты... Не, когда от мамы ты это слышишь, ты же сказала, что это мама... А это же ровесница. Ну, всё равно. Возможно, это всё равно мило звучит. Ну, что, девочки разве мило друг друга не называют? Да и мы, парни, тоже называем друг другом. Ну, видишь, все рассмеялись. Блин, на самом деле, мне очень нравится юмор Ирмы. Она такая непосредственная, такая вся простая. Это очень круто. Я пока ещё не понимаю по именам, кто где с кем. Класс! Когда вечеринку устроим? Ты что, не слышала? Ирма ей обещала. Ладно, Ирма не будет, а мы устроим. И все довольны. Кринялись, варе опять платье длинное. А тусовка состоится. Но Вилл не хочет сборищ. Поверь мне, когда я закочу веселуху, она и не вспомнит, что говорила. Я говорю, она похожа на Шарлотту. На какую Шарлотту? Из-за жглого. Да нет. Да-да. Она скорее как Стелла из Винкс. Нет, она похожа на Шарлотту. Закочу вечеринку, всем понравится, это никому не нужно, но я это сделаю. Крин, ты художник, а я режиссёр. Осталось только выбрать место. Может, у тебя? Нет, к сожалению. К сожалению, последняя вечеринка у меня была слишком громкой, и предки объявили дом без тусовочной зоны. Трач, так вот как надо так веселиться, чтобы разгромить весь дом? Я думаю, это миф, это миф какой-то американский? Или реально вот так вот после каждой тусовки всё громеет? Мне кажется, мы наоборот, когда собираемся на тусовках, особенно если у кого-то дома, то типа, чтобы всё было аккуратно потом. И потом ещё посуду помоем, полы помоем. Причём нет такого, что утром придут родители, ну, родителей там нет. Итак, Калиб, скоро ты увидишь, каким бывает праздник. У нас тоже есть праздники. Чисто накачанный. Да. А больше в облипку не было ещё более облегающей майки? Ничего себе, какая бамбура, бандура, бандура. А ему 15 лет. На секундочку. Девчонки! Она что, бы у всех попала звать? Собираемся в среду у Ирмы в 5 часов. Вилл 13 лет. Но это сюрприз. Сюрприз для Вилл и... Чего? Ей 13? Им по 13? Они же все ровесницы. То есть... Что? Им так мало лет? Я думал им по 15, по 16. Хренеть. Я думал, что они уже достигли возраста согласия. Они дети. Они дети. Ну, вечеринка в доме Ирмы. В этом и есть наш сюрприз. Даже быка не жарит. Блин, тут была какая-то шутка. Даже быка не жарит, я не поняла. Видимо, кто понял эту шуточку, напишите, пожалуйста. У вас нет чувства юмора. Тесаные скейтеры. Сука, долбаные скейтеры. Всегда, в каждое время был какой-то дебил, который несется. Сейчас скейтеров заменили. Самокатчики сраные. Как я их ненавижу. Он вчера гуляет без скейтера. Да при чем здесь скейтер? Скейтеры еще нормальные. Я более-менее понимаю, что они могут встать. А вот этот чувак на самокате несется, сбивает всех нафиг. Причем они еще там гоняют. Типа, а сейчас за 10 где-то 15 сантиметров. Вот так вот пролечу. И все. Каждый раз кто-то. Это опасно для жизни. Я раза два видел, как этот придурок сбивает. Ну, а отдельно, наверное, можно понять доставщиков, деливери-клапы и всех остальных. Ну, нет, они, кстати, не гоняют. Они нормально едут. Они по правилам дорожного движения на светофоре останавливаются. Они вообще летят как бешеные. Но я не замечала. Блин, мне приписали, что такая история. Я голодный, есть нечего. Я сталкиваюсь с этим, с деливери-клапщиком. Забираю у него еду и убегаю. Обычный твой вторник. Эй, ну что вы не приглашаете Курта, Клайбера и, главное, меня? Решили не звать вас. Виновата. Лохи Калиб. Калиб Лохи. Очень приятно. Так вы братья? Надо преподать ему ром. А почему их никто не хочет звать? Ну, они стрёмные. Посмотри на них. Ну, почему они стрёмные? Что у них стрёмного? Здесь вот два жирных. Это ладно, это вот тебе стрёмно, да? С фиолетовыми волосами это ты. Спасибо. Это я, оказывается. Мы нашли Сашу в этом сериале. Это не я, я это вот. Ужасник, где детей пугают всякие, ну, чудики мозга. Смотри, сериале похож. Где мы возьмём чудиков, мать? Скорее больше похож не на фиолетового, а вот на жёлтого. Нет, тот ещё симпатичный немножко. Какая же ты мерзкая, а я тебе говорил про это. А-а-а! Хех, и это крутые парни. Они секунды не продержатся в скулдерианской клетке воплей. Ой, блин. Столбал. Ты в этом измерении гость, так что забудь о поединках. Обещай мне. Он такой душка, когда сердится. Милота. Это Седрик, сто процентов. Ого! Напоминает пара... Эти такие же шары телепортационные, как из Терминатора. Не помню. Возможно, за референс взяли пару кадров. Но ты посмотрела Терминатора? Первую, вторую, третью часть. Да, я в детстве смотрела, да. Там тоже молния, немножечко играет свет, появляется шар, а из него выходит Терминатор. Ну, наверное, да. Формление? Цвет лица при морской болезни. Ау! Ты хоть раз видел рюкзак Вилл? Её пенал? Или туфельничку на шапке? Да я и не обратила внимания. У неё там лягушата. Она любит лягушек? У нас лягушатник. Что? Ну, смотри, Корнелия молодец. Она подходит к делу не просто организовать вечеринку, чтобы мне понравилось. У неё дизайн мышления, вот что мне нравится. Ну, типа, она это делает с позиции, чтобы понравилось Вилл. Она обращает внимание на детали. Она посмотрела. О, у неё там лягушки. Значит, она любит лягушек. Сделаем лягушатник. Блин, это очень круто. Я мыслю так же постоянно, но никогда не попадаю. Да, потому что ты думаешь, а, у него есть шапка, наверное. Нет, не помню, что однажды мы пошли на Аладдина на фильм. И тебе очень понравился фильм Аладдин. Настолько, что он прям там ходил два дня под впечатлением. И я решила сделать ему дарай в стиле Аладдин. Была такая дичь. Нас оштрафовали на три тысячи на следующий день. Ой, какой-то дурдом. Мы собрались в два ночи. Это просто... Но было классно. Мы оделись, как эти всякие арабские женщины. Нет, я вот... Ладно, было классно. Я тебе из твоей комнаты до места провождения мероприятия наклеила обезьянку Абу. И типа, иди за обезьянкой. Блин, ты чё? Это было круто. Почему ты решила, что это вот всё, мерч из этого надо делать? Что это прям... Мне просто понравился фильм. А я не знала, что тебе ещё нравится. Ты просто такая смешная. Типа, я пересматриваю Аладдина. Мне нравится Жасмин. И я сижу такой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Один раз. Мне кажется, это круто в стиле Аладдина. Саша, как обычно, не заценил. Пошёл он. На стены будто кого-то вытошнило. Ой, сестра Корнелия. И вуаля. Лужа с едой. Этот бассейн мой, его не трогай. Сейчас обрею Мишку. Да. Итак, плавают тарелки в виде лилий. На них кексы, мухи из изюма сидят. Ты хватаешь Ирму и Вилл. Это же офигенно. Это офигенно. Ну, то есть... Надеюсь, Вилл заценит, потому что... Это классный подход. Если Вилл не заценит, пошла она. Я начинаю понимать, почему тебе она нравится. Всё больше и больше. Этот персонаж начинает раскрываться в тебе. И тащишь их сюда. Ну, чтобы они не догадались. И как это сделать? Ты умная? Сообразишь. Бабушка, ты хотела мне что-то показать? Это что, антикварная салфетка? Нет, Хайлин. Это фрагмент... Кстати, её очень круто озвучивают. Согласись? Здесь вообще... Я хочу отдельно похвалить дубляж. Он прям... Стараются люди. Ты слышишь? Там нету вот этой женщины, которая... Здравствуйте! Которая озвучивает семь детей, двух мужчин и ещё пять женщин. Да, да, да. Ирму, кстати, озвучивает Саша и Таня. Ну, Таня из Саши и Тани из Универа. Ирму? Да. Озвучивает Саша и Таня. Это как? Саша и Таня? Не Саша и Таня. Таня из Саши и Тани. Таня из Универа. Я понял. Спасибо большое. А ты думал, Саша и Таня из Волчу от одного человека. Ну, тут подход. Ты что, в покоях князя Фобоса на стене? Много лет назад воин, не желавший служить злому князю, вырезал важнейшую часть карты Фобоса, ту, где изображён наш мир, и скрылся. Он передал карту посланцу, которая перемещается между мирами, а тот уже мне. В нашем мире карта чиста, пока её не осветит волшебный кристалл, который сейчас у нашей славной вилл. Ты даёшь мне карту только сейчас, потому что я научилась управлять силой и стала почти взрослой? Нет, я её нашла у нас в Чулане. Заодно и ракетку тоже. Классно, что здесь есть чувство нюмора хоть какое-то в сериале. Я вот не понимаю, что это за карта? Она пока... Короче, в Кобесе есть какая-то карта. Я не к этому. Карта нашего мира что-то маловато, нет? Я скептически отношусь к этой карте. Может, она волшебная. Ладно, она как Google Maps, там можно щипком... Может, в этом мире только один город. Надо придумать, чтобы подарить вилл. На Меридиане я бы преподнёс шляпку из кожи Хугонга. А там тоже, получается, день рождения празднует? Вот на Меридиане такая же культура. Я думаю, не такая же, но день рождения все, наверное, празднуют. Ну, блин, это главный праздник вообще жизни. Ну, родился. Лова, это весело. Не знаю, на Меридиане, мне кажется, это не весело. На Меридиане, если ты рождаешься, то все-таки о-о-о, сочувствуем. И лучше этот день человеку не напоминать, потому что каждый раз в этот день он грустит. ...любит пахучие зелья в склянках. Пахучие медь! Подгоргульи! Подгоргульи? Девчонки! Ирма Вилл, слыхали? Бузила дает бесплатный концерт в клубе рядом. Ты шутишь? Пойдемте. Но пускать туда будут только упакованных. Я тут прихватила. Не идти же так. А-а-а! Те, кто говорили, что здесь очень много двойных шуток взрослых, они как бы правы. А что такое сказано? Ну, не знаю, то ли это намек на бухло, то ли это намек на что-то такое. Потому что здесь это не озвучивается, как, типа, давай сделаем двойной Оли с переворотом, когда друг Калиба подошел и сказал Ирме. Тоже был этот момент. Ирме, Корнелии. Корнелии. Ну, короче, прикольно, прикольно. Несмотря на то, что сериал, ну, он просто для подростков. Не, ну, блин, они им тринадцать, лол. Вот тогда это странно. Здравствуйте, мистер Лэр! Ирмы не дома. Славно! Завидайтесь! Они что, не предупредили Ирму? Предвидел отца, какая реакция. Не у нее есть друзья. Они не предупредили Ирму, что у нее дома будет вечеринка? Классно. Окей. Мне надо в туалет. Ко мне идти ближе. Да, но только твой туалет, твой туалет, он же на втором этаже, а у меня обострился страх высоты. Принесите, пожалуйста, мне стакан воды. Только идите в кухню через... Они шли до ее дома в туалет, пока не стемнело. Какая выдержка, они действительно волшебницы. Ирма. Сюрприз! Ты обещала мне. И ты поверила, что мы не поздравим тебя с праздником, потому что ты против? Чмокни меня 13 раз, именинница. Это так мило. Это правда. Он решил на землю прийти в образе змея? Седрик. Нефигасем быстро превратился. И даже не орал. Даже не орал. Видимо, когда он превращается обратно, он не орет. Он, наоборот, с облегчением. Ааа. А когда... Это когда, наоборот. Сюрприз Блин, Седрик Седрик очень странный, он такой Сюрприз Потом спустя через два часа Как куда попасть Большой город У меня в Меридиане всего три дороги А здесь их вон сколько Так, я здесь уже был Извините, вы не подскажете У него так вот где-то Часа два, три он шатается По городу, чтоб найти Как он выяснит, где они находятся Еще адреса знает Тебе понравилось? Ведь ты нарушила слово Я здесь вообще ни при чем Детка, спасибо, что меня сюда позвала Детка, им реально по 13 лет Ребят, учитывайте это Я не звали Мартин Я вообще никого не звала И что больше никогда не смел Называть меня деткой Знаешь, я не говорил при других гостях Но у тебя все кексы в мухах Я их очистил А, изюминки Кладу обратно А они в моем кармане Нелепость какая-то Что он делает? Где это он? Блин, это очень страшно Прикинь на месте пацана собачку выгуливать Вот так Собачка сделала гулечку И ты рядом Хорошо, что с тобой пакетики Это же реально такая тень пробежала А зачем он превращается-то хоть? Чтобы побыстрее двигаться Бланк так помочь Бланк заходить Нет, нельзя И без тебя хватает лягушек Да, странные тут обычаи Парень раскладывает мух по кексам Вкусно Мы виделись в магазине Я Элкми А меня зовут Элеон Калеб из магазина Брысь, барышня Держись меня А то разорвут на сувениры Пап, стой Я за пунктом оттелька Когда вы с мамой во съезде Я не крушу дом А вы не срамите меня перед друзьями А, так подожди Это же дом Ирмы Да И они позвали Подожди А у этой У Вилл У нее вообще есть родители? Что у нее по семейной? Мать ее Развозила до школы Ты что, не видел? Все, понятно Я просто подумал, что они у нее дома делают Нет, у Ирмы Это же Вилл Только она здесь фея, правда? Калеб, ты такой талантливый Я вырезал это из дерева Крылья чешуя дракона Ха-ха Скажешь тоже чешуя дракона Ха Да, скажу О Знаешь, что мне здесь нравится? Что они не говорят Ты что, ты меня спалишь Ты мне вот это все Все адекватно А ты все понимаешь, что это фэнтезийная штука Помнишь, опять же Сравнивают с другими сериалами Ну да, с H2 Как ты что, какие русалки В дневнике это нарисовала Хвост Нееет Все все узнал Здесь, пожалуйста, подарок Это же нормально воспринимается Бедный бланк Какой не платится Какая Хайлин красивая Нарисуйте кто-нибудь Хайлин, пожалуйста Эй, что ты делаешь, Хайлин? Это такой семейный обычай Бросить еду, чтобы желание исполнилось Ой, кстати, я совсем забыл сказать Ребята, спасибо, что рисовали На обложечке арты Мы продолжаем эту историю Я вообще хочу, чтобы все практически Весь этот сезон Или там последующий сезон Состоял из ваших рисунков Почему бы нет? Это прикольно Сколько будет, столько и Да, мне какая разница Отделять от фона ваши рисунки Или отделять от фона Какие-то скриншоты Пусть это будут лучше ваши Поэтому присылайте Я очень сильно хотел бы Чтобы это была Хайлин В этой серии Но если у вас будет Какой-то другой арт Пожалуйста, без проблем Присылайте только, пожалуйста Исходники в телегу Ну или, как вам удобно В инстаграм У кого еще есть VPN Или в телеграм Будет очень прикольно Я бы с удовольствием Насчет того, что сказала Хайлин Я хотела отметить Так это у нас обычный такой Очень круто Когда ты из какой-то другой страны И живешь, допустим, там в России В Америке Но ты из другой страны То есть любую фигню Ты можешь оправдать Типа это у нас обычный такой Ну мы так делаем, ребят Ну типа это очень прикольно Есть даже интересный лайфхак Когда ты переезжаешь в другую страну Там ведь немножечко жестко Даже если ты газон не побреешь Ну это понятно Имеется в виду, что у нас русский Кажется, или украинец Вывесил таранку Сушиться у себя На подоконнике Что такое таранка? Таранка это рыба Ну где-то словил Поняла, поняла И начал сушить Для других людей это дикость Сушить рыбу? Да Я не помню То ли он был в Нидерландах То ли еще где-то А там же очень строго С внешними полями На него подали в суд За то, что он вот так вот На всеобщее обозрение Эту рыбу вывесил Некрасиво, неприятно Он сказал, что это мои религиозные убеждения И смог отсудить И даже еще компенсацию получить Кстати, да, вот опять же Религиозными убеждениями Какими-то обычаями Можете оправдать Типа все Сейчас мы знаем Это ужасно Это реально Надо просто пользоваться Пользоваться нужно Тенденциями современного мира Что он делает? Ну, пригласишь меня на танец? У меня неплохо выходит Мандурский гавод Что ж, пойду разомнусь Ладно Чем больше ты бросишь еды Тем больше желания Окей Попробуем Какой же кайф Как круто Когда мы начнем? Когда я скажу Тогда и начнем Ясно, Ури А зачем маски? Вас же и так все знают Смотри, эти маски похожи на Седрика Нет, эти маски похожи на Джокера Смотри Вот здесь Джокер Посередине Это группа Кис А эту маску пока Мы нам не показали Когда же ты скажешь? Том Может это и глупый розыгрыш Но нам звонили И сказали Что в здании мэрии Гигантский слизень Можешь заглянуть туда Слизень Если он с Меридиана Папе придется туго Общий сбор Когда Ирма была маленькой Мы участвовали в ее праздниках Мама Мама грустит Ее не зовут на тусовку Прикинь, как родителям грустно Они, может, тоже хотят тусить Но их не приглашают Не потому, что Там вы далеки А просто потому, что Не круто Ну и то, что не круто Не в тему Да Вот как родителю ощущаться Когда он не в тему Блин Это надо быть взрослым человеком Для того, чтобы принять это Родителю тоже же не в тему Брать везде с тобой ребенка Справедливо Справедливо На свои же тусовки родители Обычно мы все время Становимся на сторону Допустим, этих подростков А здесь почему-то прям реально Мне так жалко эту маму Думаем выйти за пиццей Развлечете народ Пока нас нет О чем речь? Я прирожденный тусовщик Помнишь? На твоем четырехлетии Я бы воскликал И все катал Папа Не переборщи Не волнуйся Я научу их веселиться Они такие классные Да, чешуя острая И прикинь Родители такие Вспоминают детство И как раз Они здесь все Нахрен Разломали Разбомбили Напоили детей Сейчас Сейчас будет Вообще ужасно А так как Ее отец В ментовке работает Все нормально Это чисто Сработанная Вечеринка Оставить его На этих дурех Надеюсь Опасность миру Реальна Ну ребятишки Сейчас как Зажжем Куда собрались Вилл и Ирма? За пиццей Что это? Ох Он не придурок Он Загадочный Дамы Прошу простить меня Заверните мне Я беру его Это мило Это очень тупо Но мило Ого Вся пятерка вместе Повезло За ними Что задумала Семейка Лохов Пошли Может и ты пригодишься Он на полном серьезе Ведь считает Что это фамилии Что толку Раз на ней ничего нет Бабушка сказала Поднести кристалл Вот наша школа И аллея за универмагом И два портала Так-так А вот и третий Где это? В двух шагах отсюда Как раз около пола Парка А, типа Порталы показывают Как удобно Что у нее карта Их мира Именно их города И их района А есть подозрение Что вообще Их мир Это и есть только Их город Нам ни разу Не показывали Землю Как планету Может это не Земля Может это Типа просто Их мир Я думал Это моя работа Что? Абсолютно Не связанные Не связанные С реальностью Теории Выдвигать Но это же Реально правда Это вполне себе Это ведь не существующий город С чего мы взяли Что планета существующая Может вызвать полицию? Для таких проблем Мы и есть полиция Я знала Что ты так скажешь Почему нет охраны? Это же мэрия Да, кстати Какие-то подростки Просто проникли в мэрию Это вообще как? Как они это делают? Ладно, Седрик Он типа Выломал дверь Хорошо, ладно Да он даже А, так он выломал дверь Значит дверь открыта Они могут войти Я про то, что нет охраны Вообще Ничего Ни сигнализации Никакого намека Единственный, кто его увидел Чувак, который выгуливал собак Давай Я обещал Корнелии Не трогать неприятных братцев А ты нет Кажется Мы едины Они реально взрослеют Вот скажи мне Будет в таком возрасте Это нормально? У кого-то да Мы едины Ну, в 13-13 Они реально Они реально Очень такие зрелые В 13 лет Это вообще Ну как это можно быть? Бада 13 лет 13 Не, у этой нормально Кстати, такое Детское тело Слюя Воздух Порядок Кому пиццу со слезняком? Одно стоьё Блин, у Садрика проблема с агрессией Ну, с помещением А почему? Не знаю Вот он выражает свои чувства как может Это твои проблемы У этих, понимаешь У этих людей не такая культура Как у нас, где нужно терпеть Где нужно вот так Постоянно сдерживать себя Ему не нравится? Он показывает это в моменте В чём проблема? Сейчас всего 13 Мне нужны свежие записи Ну это странно Но, ребят Он наедине Он наедине Никто его не видит Ребят Кто странно себя вёл Когда на него никто не смотрит Вот кто так не делал Все так делают Откройся А почему нельзя доехать на лифте? Лифт на этаже звякнет Как микроволновка Мол, готова угощение Ты права Полетим Причём на артах Нарисованы камеры Ну то есть Ты видишь На задниках Здесь в здании Они нарезаны Ну то есть Они здесь есть То есть Интересно Почему сюжете Не прописали Ну этот момент Воздух Огонь Вода И зачем чудовищу Записи о рождениях? Ай, может бланк Слишком красив Чтобы пугать Узнаем Это типа зелёный павиан? Вы не возвращаетесь Исчезли только записи рождений Тринадцатилетней давности Он в холе Что ж ты забыл С этой стороны Завес Спекулянт Блин, прикольно Как они вычислили Что пропали только документы Тринадцатилетней давности Ну они вот сейчас Ну Их пятеро Они такие смотрят Так Девяносто шестой есть Сейчас третий есть Ну такие умнички Девяносто пятого они Борьер! Эй, шланг чешучатый Ну вот как? Как он остаётся живым? Огромная масса у этой дурости Это нормально, когда двое мужчин дерутся Опять же Умножайте массу на ускорение Это же Это же смерть! Ты понимаешь? Он суево у позвоночника И его нет в этой драке И тем более у него огромная Мускульная сила Чтобы просто разорвать эти руки В чём здесь смысл? У меня гипотеза Что этот чувак Уилл Он вообще нифига Ну не человеческая сила у него Он абсолютно могущественный Нам на это несколько раз намекало Калиб? Да Ой, Калиб Ой, Калиб Да, Калиб Сорян Он подкинул Этого зелёного гоблина Не помню как его зовут Да, очень высоко Высоко И не знаю Если у него получается бороться с такой бандурой То тогда это действительно какой-то мощный чувак Это не человек Надеюсь, выйдет лучше, чем обычно Мы рисунку крутаем Пора отучить страшниц от самонадеянности Немного в сторону Ага Ага Ааа 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 Земля Огонь Корнелия Ааа 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 Корнелия такая эпичная была Такая прям Обалденная постанова Блин, мне нравится Очень классно Ребят, мы до конца будем смотреть этот сериал Он у него вообще заходит конкретно Это Я Я жалею, что я его в детстве не смотрел Ну, он очень крутой Ааа Здесь то, за чем я пришёл Встреча не последняя Страшницы Мрак Да Похоже на мою комнату Закрой за собой свой поганый портал А что значит Зашивать завесу Они порталы должны закрывать? Да, да Закрытая метафора, мне кажется Просто закрывают порталы Ну это очень странно Стражниц всего пять В этом городе А город большой И они должны вот так Как менты на вызов выезжать И закрывать порталы Что за прикол Портал может открыться вообще В любом месте Немножечко странный Способ бороться с порталами Нет Эти бумаги помогут нам найти Вашу сестру Пора спланировать встречу с роднёй Тринадцатилетней давности Это получается, что его сестра Одна из этих трёх девочек Им же по тринадцать лет Ну мне кажется Нас запутывают специально Чтобы вы так думали Ну не знаю Я чё-то я не помню Ой, как А может быть А может быть Это и не стражница А та блондиночка Которая приставала к Алибу Как знать Страшно Записи о рождении Девчонок нашего возраста Может Фобус ищет нас Не странно Мы же все такие дужки Как это мило Предки уже час терзают тусовку Надеюсь, вы любите пиццу Спорим, есть уже некому В доме тишина Ты права Гость уже на улице У-у-у Трам-там-там-там-там И бёдрами направо У-у-у Трам-там-там-там-там Ну, с днём рождения Крюсик, шмусик, муси-пусик Знаешь, какой я хочу подарок? Больше никогда не называй меня так А что такое, шмусик? У-у У-у Это вообще круто Это кто? Чё? Кто это? Это Кали был? Нет Просто какой-то чел позвал её танцевать Наверное, не знаю Ладно Ну, это мило Это мило Какая прекрасная серия Ладно, ребятки, мы закончили Прям приятно Прям да Мне очень нравится Ладно, сюжет понемножечку двигается Классно, что он есть Хотя бы хоть чуть-чуть Но он есть Да, не такой прям быстрый, динамичный, резкий Ребят, жду ваши арты Я с удовольствием воткну их Если они не войдут, допустим, в эту серию В следующую Они войдут обязательно в следующую Поэтому рисуйте Наслаждаться будем вашим творчеством Смотрим пятый уже, да? Всё, ребятки, пока